с наступающим халавином детки ну и взрослые тоже конечно надеюсь что завтра не будем ходить сильно уж по домам в масочках будем вот как в этой тыквы объяснение простое сижу с внуком зато поел человек между прочим сейчас в надежных руках временно сказал чтобы я поторопился сегодня поэтому тороплюсь 30 октября 201 выпуск позитива вместе называется понять и простить и зовут меня александр сегодня 60 лет исполняется диего марадони вот не думал я что перед выборами начну с этого ребята но как смешно сказал сегодня один местный радиоведущий хочу сказал поздравить диего марадону с юбилеем и пожелать ему здоровья и счастья как будто марадона с утра приник чикарской радиоволне на русском и напряженно ждал поздравить не поздравить поздравили можно было и песню поставить пригласи меня на самбу марадона это песня известна ее пела эстонская женщина аннелески и с большим успехом исполняла в большем советском союзе перед нашим отъездом восемьдесят девятом году и марадона так и не пригласил и не мог пригласить потому что самба это бразильский танец аргентинцы не любят бразильцев и считают их танго полным отстой кстати во время итальянского иммиграционного периода был среди нас человек по кличке марадона он запомнился тем что как-то продал купленный на деньги всем нашим донам домом на via francia вторая веке 25 помню до 50 не помню на общие деньги велосипед и он его продал в порыве там все все продавали но наш беру знать наш общий велосипед он продал и нам приходилось с тех пор ходить за спиртом пивом и крыльями советов а так в италии назывались индюшачьи крылья пешком по сравнению с этим поступком гол забитый реальным марадоной ворота сбора англии рукой это сущий пустяк поверьте а того марадона что сейчас живет сам франциско мы не поняли и не прости кстати о мандюшках доктор энтони фаучи главный эксперт соединенных штатов америки по коронавирусу кто забыл предупредил нас с вами американцев о том что ситуация драматически ухудшится в ближайшие три месяца и для того чтобы она не стала необратимой вы понимаете такой необратимой ситуации мы с вами должны проявить благоразумие мы с вами должны проявить благоразумие и начать он предлагает со дня благодарения в принципе логично было бы начать завтрашнего хэллоуина но он месяц назад говорил о хэллоуине он считает что как раз вот этот срок достаточно для того чтобы до нас дошло дошла этого мысль и то что он происходит риск сопряженный с проведением традиционных семейных обедов в день благодарения в этом году совершенно не оправданно сказал доктор фауч в нашей семье этот день как во многих других особый зная насколько мои дочери жестко и аккуратно соблюдают все меры предосторожности я не очень беспокоился о себе но они категорически настояли на том что на сей раз наш праздник будет виртуальным мне семьдесят девять лет во всяком случае я говорю прямая речь энтони фаучи мне 60 и оказывается дочки все еще любят меня сказал фауч а если серьезно то хотя они как я уже сказал соблюдают все меры предосторожности риск все равно остается потому что все меры предосторожности не соблюсти сегодня просто какой-то кладезь мудрости от всех что не включи вот это это гениальный тем же кто считает тем кто считает зум thanksgiving совершенно невозможно доктор рекомендует не снимать маски целей будет статья индюшка и часто проветривать помещение в котором они собрались заражаться как выразился не переживайте сказал он да этот день благодарения не будет похож на предыдущие но он и не должен быть нормальным потому что вокруг нас все ненормально сказал фауч а я нашел тут ошибочку сейчас я ее страху у фаучи вновь спросили о сроках появления вакцин а также о том когда можно будет вернуться к той жизни которой мы привыкли с вами и он ответил так не нужно грезить о вакцинах они появятся когда мы будем уверены в безопасности и эффективности но их появление и распространение не снимет ограничений в том смысле что все все привились и коронавирус разум исчезнет этого к сожалению не произойдет по мановению волшебной палочки и возврат норме о которой вы говорите займет много много месяцев в 2021 году если не весь год ничего страшного просто не тешьте себя напрасными надеждами добавил доктор все идет своим чередом все должно быть сделано правильно а в случае кооперации и тотального проявления благоразумия второй раз человек это слово употребляет со стороны американцев в случае тотального благоразумия наша страна покончить с коронавирусом быстрее прошу поронять и простить прошу понять и простить перефразируя на наш язык тотальное проявление благоразумия святой вы человек дорогой наш доктор энтони как говорит частно моя жена гораздо ближе к народу породу деятельности я имею ввиду находится глава facebook марк цукерберг который вчера сказал к сожалению я думаю что есть кстати инесса когда ты будешь мне снова писать я имею ввиду реческую инессу пожалуйста не называй марка цукерберга цукер тортом для тебя понятно и тот еврей и этот еврей цукер торт был известный шахматист но пожалуйста не обижай пожалуйста главу и изобретателем фейсбук потому что он все-таки цукерберг а цукер торт просто другой договорились и нас но большое вам спасибо за ваши содержательные письма и получать их от человека с родины это очень приятно спасибо вернемся короче цукерберг подчеркиваю цукерберг вчера сказал к сожалению я думаю что есть высокий риск общественных беспорядков в период между самим голосованием и объявлением результатов это он имеет ввиду господа где-то в других странах на что соединенные штаты америки но мы с вами давно говорили о том что и почитывать будут долго и потом время уйдет на оспаривание там разбирательство ничего ребят без президента не останемся нет не было так чтобы мы оставались без президента и вообще никогда так не было чтобы никак не было и не надо после минувшего лета господин цукерберг пугать нас беспорядками мы в чикаго живем мы их видит я кстати сегодня гуляя с внуком на речь не в этой форме гулял наткнулся на замечательный знак который вкопал один из моих соседей голосующий за трампа я его в ближайшее время публикую по-третьему я никогда такого не видел я вообще не знаю можно ли в нашей стране это делать но может быть это как раз и подействует на людей которые придут допустим его грабить и разорять его гнездо я интригую вас но не скажу в чем там дело сами прочитайте так хорошие новости наконец для трампа экономика нашей страны с июля по сентябрь выросла на 7 и 4 десятых процента об этом вчера сообщила министерство торговли нашей страны рост обусловлен тем что предприятия начали возобновлять свою деятельность а потребители при поддержке правительства подавим деньги снова начали тратить средства прирост в третьем квартале частично компенсировал 9 процентный спад вперед с апреля по июнь когда большая часть экономической жизни нашей страны была остановлена из-за пандемии данные по ввп за третий квартал это последний крупный экономический отчет перед выборами ребята которые состоятся в следующий вторник почему кричит ребенок позитивные новости могут дайте ему что-нибудь позитивные новости могут помочь действующему президенту дональду трампу в борьбе с демократом джек байденом который до вчерашнего дня голословно утверждал что ввп продолжает падать я не уверен что он знает что такое ввп ну вам то я не буду объяснять вы это знаете там же напротив постоянно говорит что страна находится на пути к быстрому восстановлению новый показатель это я говорю как трамп самый большой и лучший в истории страны следующий год будет не то как говорит а то что сказал следующий год будет фантастическим если только сон и джо байден и предлагаем им рекордное повышение налогов это правда поэтому кто еще не знает не голосуйте за него уничтожить все это правильно говорить трамп я так рад что этот великолепный показатель ввп вышел до 3 ноября написал он в твиттер ну во всяком случае если уж не вакцина то показатель ввп выше это хорошо тем временем министерство труда вчера тоже сообщил что на прошлой неделе за пособием по безработице обратилась всего 751 тысячи человек в нашей стране это на 40 тысяч меньше чем недели ранее показатели вторую неделю подряд держится ниже 800 тысяч человек по данным министерства труда без работы остается пока 7 миллионов 700 тысяч американцев на уровень безработицы упал до пяти и трех десятых процентов что является существенным улучшением по сравнению с апрельским максимумом тогда было 14 7 процента позитив нобелевского премию мира как известно присудили всемирно продовольственной программе организации объединенных наций хоть что-то перепала организация объединенных наций но если уж есть там программа которая достойна восхищения и и поощрение так это вот как раз продовольственная программа и получила она нобелевскую премию она обошла программу и Грету Тунберг и Дональда Трампа и Владимира Путина и Алексея Навального а также премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн и Папу Римского Франциско что собственно понятно и вы знаете я думаю это правильно в девятнадцатом году 135 миллионов человек страдали от острого голода это самый высокий показатель за многие годы и тогда еще не было ни другого коронавируса да ребят и он наверняка конечно будет превзойден в двадцатом году естественно цифр пока нет если голод прошлого года был вызван войнами и вооруженными конфликтами сейчас иду к тебе зайчик мой то в этом году катализирующую роль сыграл коронавирус ни запят, ни восток, который крученится по поводу вынужденных ланддаунов и то что невозможно зайти в ресторан и то что заставляют надевать маску прежде чем ты откроешь рот чтобы съесть и выпить что-нибудь ценное почти ничего мы не знаем о бедственной ситуации которая сложилась во многих странах Африки и Юго-Восточной Азии крупнейшая в мире гуманитарная организация которая борется с голодом и способствует продовольственной безопасности оказала помощь почти 100 миллионам человек в 88 странах и этого мало что касается Нобелевской премии по литературе я хочу вам рассказать просто хочу, поэтому расскажу, передача моя о единственном в истории писателя кандидатуру которого выдвигали 5 раз но он ни разу не был удостоен ее что на мой взгляд говорит больше о Нобелевском комитете чем об этом писателе великом Владимире Набукове в 63 году Набукова выдвинул Роберт Адамс в 64-м Элизабет Хилл в 65-м Андрюч Япи в 66-м Фредерик Джиупи люди разных народов выдвигали ничего в 72-м Александр Солженицын правда письмо автора архипелага ГУЛАГ опоздало и в справочниках фигурирует лишь 4 номинации и правда же даже если бы Александр Исаевич поспел бы вовремя премию Набукову все равно не дали бы но об этом мир узнал лишь в 2014 году потому что есть закон, сведения о выдвижении на премию становятся общедоступными лишь через 50 лет после свержившихся событий оказалось, что постоянный член шведской академии Андерс Эстерлинг зараза редкая блокировал кандидатуру Набукова всякий раз прикрепляя к нему слово нет и записку одно и то же в ней значилось автор аморального, пусть и успешного романа Лолита ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в качестве кандидата на премию ну и чудак в апреле 1919 года перед захватом Крыма большевиками семья Набуковых навсегда покинула Россию некоторые из семейных драгоценностей удалось вывести с собой как многим из вас и на эти деньги семья Набукова жила в Берлине, как многие из вас в то время как Владимир получал образование в Кембридже тут, извините где он чудесно перевел на русский язык Алису в стране чудес которую вы читали в детстве а может быть вам а может быть не читали тогда почитайте Льюис Кэроли написал в Кембриджском университете Набуков основал славянское общество впоследствии переродившееся в русское общество Кембриджского университета существующие и поныне, господа Набуков пережил трагедию в марте 22-го года, когда был убит его отец Владимир Дмитриевич Набуков прекрасный человек, смело выступавший против дела Бейлиса смело выступавших против кишиневских погромов это произошло на лекции Милюкова Америка и восстановления России Милюков читал лекцию с такой вот темой в здании Берлинской филармонии происходило Набуков-старший заметил, что стоящий рядом с ним черносотинец достает пистолет и выбил оружие из рук после первого выстрела, чем спас Милюкова, он тогда был министром иностранных дел Милюков временного правительства, он спас ему жизнь, повалил его на пол и удерживал но сообщник Сергей Табарицкий убил Набукова тремя выстрелами в спину Табарицкому дали 14 лет тюрьмы, но через 4 года выпустили по амнистии когда Гитлер, кстати, пришел к власти, это подлец Табарицкий ступил в НДСРП, создал аналогичную Гитлерюгенд, молодежную организацию русских нацистов и подчинялся, между прочим, непосредственно СС умер подлец, к сожалению, своей смертью, честно говорю, что думаю в 80-м году, в возрасте 85 лет а Владимир Набуков-младший после гибели отца вернулся в Берлин зарабатывал переводами, стихами, составлением кроссвордов кстати, именно Набуков придумал слово «христословица» в 25-м году он женился на вере с Лонем петербурженке из еврейско-русской семьи первый, единственный ребенок их Дмитрий, который родился в 34-м году, а умер 8 лет назад много занимался переводами, изданием произведения отца и способствовал популяризации его творчества в частности и в России, потому что мало мы знали о Набукове по определенным объективным причинам вскоре после «Женитьбы» Набуков завершил свой первый роман «Машенька» после чего до 37-го года он создал 8 романов на русском языке непрерывно усложняя свой авторский стиль и все более смело экспериментируя с формой романы Набукова, не спечатывающиеся в советской России имели успех бешеный совершенно у западной эмиграции и ныне считаются шедеврами русской литературы всемирно особенно «Защита Лужина», «Приглашение на казнь» да, я бы сюда добавил в 36-м году в результате антисемитской выходки на работе Веры Слоним ее последующее увольнение семья переехала во Францию а в мае 40-го года они поубежали из Парижа от наступающих немецких войск и приехали в Соединенных Штатах последним рейсом пассажирского лайнера «Чемплейн» который был зафриктован американским еврейским агентством «ХИАС» целью спасения, естественно, еврейских беженцев память о смелых выступления Набукова, старшего после уже упомянутых кишиневских погромов и дела Бейнеса, семью его сына поместили в шикарную каюту первого класса правда, оттуда Набуков практически не выходил, потому что писал с 60-го года Набуков живет в Швейцарии, а до этого с 40-го по 59-й, почти 20 лет в Америке он сначала читал лекции по русской мировой литературе в разных американских университетах потом стал писать, причем по-английски писать это единственный, наверное, человек, который блистательно писал на обоих языках «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» рекомендую вам под знаком незаконнорожденных и, ну, конечно, Лолита, которую так не любил шведский член-корреспондент уехал он в Швейцарию в 60-м году сделал там авторский перевод Лолиты на русский и умер там же в Монтре 2 июля 77-го года брат писателя Сергей не успел доехать уехать из Германии, попал в концлагерь и умер там в концлагере Нойингам, куда раз в год Набуков приезжал, живя в Европе за 4 месяца до окончания войны, к сожалению, он погиб сестра Ольга пережила Владимира Набукова на год умерла в Фонтенео-Росс, пригороде Парижа, где жил, кстати, мой дядя и Синявский там тоже жил а младшая сестра Елена дожила до 94-х лет и умерла в 2000-м году в Тарвоянике при городе Рима, о которой я сегодня говорил в самом начале, рассказывая о Марадоне за 11 лет до этого я провел там 4 месяца по пути в Америку и не знал, кто живет по соседству недавно была опубликована переписка Елены Набуковой-Скалари с братом вот такая история Владимира Набукова, если я поведу вам то, чего вы не знали и вам было интересно при этом, я бесконечно рад ребята, хорошего хэллоуина, завтра я иду голосовать поэтому программы не будет, да и суббота вообще а в воскресенье мы встречаемся на большой передаче в 11 часов после чего я сразу же буду брать большущее интервью спасибо вам за гигантское количество вопросов мы отобрали по-моему самые важные и отправили их Борису Гуревичу интервью пойдет не лайв, но тут же уже вечером в воскресенье вы сможете его увидеть на нашей страничке в фейсбуке и вообще повсюду в группах всего вам доброго, до свидания, берегите пожалуйста себя особенно завтра, получая конфеты от детей которые им дадут незнакомые люди и возможно коронавирусные власти носители пока пока